Всем привет, бонжур, хеллоу! Приветствуем вас из самого холодного места Земли. Это мы, Монреаль. Мы пали в температурах ниже Арктики. Но что самое интересное, жизнь нас еще бьется. Смотрите, теплые люди, наш подвиг полярника. Начался Восточный Новый Год, или, как говорят, китайский. Всех нас Жонгонг Сян Ли. Но не весело лица простых китайцев. Зато руки очень даже заняты. Следите за техникой. В этот день китайский бог послал тазик фарша с капустой, тесто и умелые руки. Кафе пригласило всех желающих на бесплатный новогодний фуршет, но с условием, что лепим вместе. Работа не входила в наши планы, а вот секрет вкусняшки интересовал. Знаменитые дамблингс. Китайские пельмешки не так просто делаются, как едятся. Сначала с тестом борются мужчины, а уже на мелких работах – женские пальчики. Вот что мы узнали. Мука должна быть рисовой, тесто очень холодным, а фарш с капустой – для сочности. И никакой тебе восточной романтики. Но мы-то с вами знаем, что лунный Новый Год, как и любой, время загадывать желания. Энергии сейчас меняются, и сейчас самое время загадывать, писать. Именно нужно писать, загадывать. А еще лучше – эта техника, она еще предполагает визуализацию. То есть на саму карту наносятся те самые желаемые объекты, но их тоже нужно правильно наносить. Поэтому я и собираю такой воркшоп, и я делюсь своими, как сейчас модно называть, лайфхаками. То есть это те техники, которые реально проверены. В этом месте берем карандаш, и если вы пропустили мастер-класс Елены по исполнению желаний, записывайте. Всю китайскую метафизику счастья сразу не постичь, но попробовать можно. Некоторые очень любят технику 108 апельсинов, то есть закатывают 108 апельсинов в дом. Я могу сказать, это все техники работающие. Во-первых, это позитив, потому что ты с каждым апельсином в дом закатываешь что-то хорошее. Счастье, учебу детей, например, отличные оценки, либо приобретение какой-то там, я не знаю, недвижимости, какого-то богатства. Дальше сложнее. Найдите в центре своего дома Юго-Запад и задумайтесь. В этом году на Юго-Западе ни в коем случае нельзя ни сверлить, ни стучать, ни делать ремонты. Не бойтесь своих желаний, просто загадывайте правильно. Вот 20 монреальцев уже делают это не первый год и работает. Карта желаний – это самый наилучший способ, когда мы свои вот эти вот желания, мы просто излагаем на эту карту и уже ее отдаем, как знаете, в небесную канцелярию на исполнение. Я все-таки сторонник того, что жизнь должна быть наполненная, насыщенная, она должна быть полностью в изобилии. Кто сказал, что это невозможно? Каждый год в одно и то же время? Нет, я не про баню. В монреальце ходят есть Путин. Чем же он отличается от однофамильца? Смотрите наш острый репортаж. Как известно, каждый год с 1 по 7 февраля в Канаде проходит неделя Путина. Это национальное кюбекское блюдо, а мы, конечно же, за традиционные ценности. Ох, люблю свою работу. Сегодня нам Бог послал Путин со смокт-мит. Традиционное тоже канадское блюдо. Значит, тут у нас огурчики маринованные, мясо, конечно же, сыр, грейви и фрайс. А также новое, специально созданное для недели Путина блюдо. Это чикен, бафало чикен, путин. Неплохо, неплохо. Островато немножко, но ничего. Конечно, после первого Путина хочется остановить этот фестиваль, но ничего, держимся, идем дальше. Вот беда, вот беда, всюду чудится еда. Прощай, моя фигура, навсегда. А вот и знаменитый ресторан Владимир Путин. Закрылся, не выдержал конкуренции. Поэтому сегодня Путин без Путина. Но болит, ой, как болит, и кровь кипит, а доченька не спит. Меньше слов стало. Итак, наша вторая остановка в Нотр-Бёв-де-Грас. Попробуем еще один Путин. Путин без Путин без Путин без Путин. Вот что любопытно. Блюдо «Путин» почти ровесник Владимира Путина. Появилась оно в 50-х годах прошлого века. Сначала все смеялись над этим блюдом, но потом постепенно оно стало символом Квебека и настоящим культурным наследием и гордостью. Итак, это наша третья остановка, она же финальная. Этот значок означает, что ресторан участвует в конкурсе на лучшие пути. Ну что же, пойдемте проверим. Итак, что нам предлагают в этом ресторане? Традиционный путин, сладкая картошка, лобстер, ребрышки, утка и даже бизон. Но мы возьмем путин, который вне меню, который участвует в этом конкурсе. Сейчас мы его посмотрим, очень необычный. И он идет вместе с текилой, так что начнем мы с текилы. Вау, посмотрите на это произведение искусства. Чего тут только нет. Начо, гуакамоле, какие-то зелени, какой-то цветочек сверху, маленькая кукурузка. Вообще, прекрасная презентация, красота. Я думаю, это наш победитель. Вот и закончился наш гастрономический экспресс-обзор. А что вы рекомендуете? Пишите в комментариях. Ну, пока ждем гневных комментариев от диетологов, перейдем к пище духовной. Десятый юбилейный показ пьесы «Колыбельная для Марины». И, кстати, пока верстался номер, пьесу номинировали как лучший театр за рубежом. Поздравляем! А проголосовать можно по ссылке в описании. Ленинград, блокада. А Даня принес мне маленький кусочек сахара. И мне стало чуточку лучше. Голодный Ленинград и любовь. Как бумажка, как свистулька, от меня не отойдешь. Я душой, хотя и кроток, но за сто прекрасных дам и за тысячу красоток я фифюльки не отдам. Все-таки, все-таки. Последние дни и чувства писателя. Арест и гибель. А на площадь повернули, а на площади стоит не компания, не рота, не толпа, не водоем. И не сорок, и не сотня, а почти с миллион. Мы посмотрели потрясающий спектакль, который ребята исполнили здесь. По Светой Мегдисовой пьесе как бы, исполнили замечательные актеры. И напомнили нам нашу юность, как это ни странно звучит, потому что мы были веселые, молодые, оторванные. И вот эта вот оторванность, эта увлеченность, и в то же время высота искусства, вот это то, что хочется в этой жизни иметь до крышки, которая тебя накроет потом. Потому что только такие вещи, они дают ощущение того, что ты живой, что у тебя еще мозги варят, что ты можешь переживать, что ты получаешь нечто совершенно необыкновенное для твоего существования. Это совершенно невероятно замечательные актеры. Мы надеемся, что будет возможность еще с ними встречаться. У нас, оказывается, уже 10-е юбилейные, а мы тоже. Да, вот получилось так, что мы много раз пройтись, слушали и наконец-то смогли сюда попасть. К юбилейному 10-му показу овации, объятия, добрые слова и, конечно, праздничный торт. Тут-то и проявилась история пьесы. Такой серьезный литературный материал готовился и возревался студенческой курсовой. Эти листочки легли в основу моей курсовой сначала, а потом дипломной работы на кафедре критики Московского университета, факультета журналистики. Вот это было очень давно. Я им болела, я им жила. Да и сама постановка давалась уже сыгранной паре по французскому театру Марии Монаховой и Виталию Макарову непросто. Ведь исторический материал требует бережного осмысления и погружения в тему. Материал очень интересный. Драматургия очень интересная, но она достаточно сложная, потому что просто протянуть единую линию, тут нужен тренер, как говорится, для футбольной команды нужен тренер. И вот у нас этого не хватало. То есть мы сами пытались сделать, и поэтому, когда приехал режиссер Александр Маринович... Ну, короче, режиссер – это особая профессия. Мы знакомы давно, мы работали много вместе, и он моментально, он нас любит, и мы его любим. Зрители отличаются именно тем, что вот каждый раз я как раз вижу, что этот зритель, он очень чуткий и очень восприимчивый. И спектакль начинается, и сразу чувствуешь, что вот они, как они помогают. У нас всегда ведь так должно быть, это в идеале. А вот в этом спектакль рассуде. Это же должен быть диалог актера и зрителей. А вы на прекрасный театр, живой театр. Ну, мы любим театр. Я думала, с такими актерами, как вы, да, с артистами, зачем нам все вот эти вот приезжие в Москву? Да, мы тоже так думаем. Мы вот тоже думаем. Зачем? Зачем они вообще сюда приезжают? Мы можем сами все сделать. Пожалуйста, только организуйте нам, и мы все это сделаем. Конечно. Продолжаем разговор. Помните фразу «Не учите меня жить, лучше помогите материально». Так вот, научить жить и экономить – наша рубрика «Легкие деньги». Привет, и снова вместе с вами рубрика «Легкие деньги». Как случились? Тема сегодняшнего выпуска очень интересна и очень близка каждому. Каждый эмигрант, приехавший в Северную Америку, понимает, что машина не роскошь, а средство передвижения, а значит, ему придется его приобрести. Я за машину родину продал. И тут становится ясно, что это не дешевое удовольствие. Покупка машины считается второй из самых важных покупок в жизни человека в Северной Америке. По крайней мере, так говорят местные. Мы ушки. Не обманывай, ну, блюда. В конечном итоге, вы покупаете машину, и вы себя чувствуете королем мира. Приблизительно вот так. Но вскоре эйфория вот этого состояния сменяется следующим. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. И тут на автовладельца накатывает серая тоска. Зачастую починка поломанной машины, если только они на гарантии, может вылиться во многие-многие сотни долларов, а то и тысячи долларов. За прошлый год, например, моя машина ломалась три раза. Первая поломка оказалась простой. У меня поломался вентилятор. Я позвонил дилеру, и оказалось, что вот эта запчасть на мою машину стоит 500 долларов. Ты что, с ума сошел? Я погуглил быстренько в интернете название этой запчасти, и нашел виртуальный интернет-магазин, где я ее заказал, угадайте, за сколько? 500 рублей. Не угадали. Эта запчасть мне обошлась с доставкой из Соединенных Штатов Америки со всеми таксами 60 канадских долларов. Класс, но беда никогда не приходит одна. Что? Опять? У меня поломался моторчик для вентилятора для печки и блок комфорта. Я поискал еще немного в интернете и нашел очень интересное место, которое бы я назвал «Поле чудес». Запчасти на этом поле растут буквально из земли. Пойдемте посмотрим. Так, сегодня я пришел на кладбище машин. Я не знаю, что меня ждет сейчас. Здесь, ну, будем надеяться, что блок, который мне так нужен, он где-то вот, может быть, еще меня ждет. Как же ее разворотили. Ай-яй-яй. Вот, ну что, блок, который мне нужен. По-моему, вот это вот. Сейчас посмотрим. Полчаса терзаний и, наконец-то, я добыл этот замечательный блок. Вот сейчас мы пойдем на ресепшн и посмотрим, сколько же он будет стоить здесь. Я эти две детали купил за 50 долларов. А что, так можно было, что ли? И не забудьте, у дилера час работы стоит 150 долларов. Хуже с таксами. Ребят, как же вы без гравеца по пепелац выкатываете с гаража? Это непорядок. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. И мои советы, и идеи позволят вам сэкономить много сотен, иногда тысяч долларов. Поразительно. Гениально. Легких вам денег. Пока. Ну и под занавес огненное шоу лучшего бармена Монреаля. Когда он жарглирует бутылками, публику хватает инфаркт. Наш парень. Но для начала нужно попасть в этот секретный бар. А это еще тот квест. Секретный бар в старом порту потому и секретный, что теряется даже навигатор. Вроде бы и адрес есть, но где же бар? Самые пытливые умы все же находят заведение для согрева, но это, оказывается, самый маленький бар, как вебека в кубинском стиле Эль Пиканьо. Это, так сказать, прелюдия к месту тайной силы Колдрум. В 60-х или в 70-х, когда у Монреаля были большие проблемы с коррупцией, как бы не то, что сейчас их нет, но раньше их было немножко больше, и когда полиция пыталась бороться с нелегальными подпольными заведениями в старом порту, был создан Даг Сквар. Сейчас традицию вернули, и попасть в секретный Колдрум можно исключительно по тайным знакам. Мы рекомендуем людям следовать за уткой, и секрет в том, что утка находится у нас вот тут. В слове «сорти», в букве «о» там находится как бы небольшой отрез ответствия, где можно найти утку. Звонишь в Колдрум, ждешь обычно 30-40 секунд, и кто-нибудь, да, откроет. В данном случае это должен быть я, но я с вами. При входе люди часто всего не понимают, где они находятся. Да, и уточка, как бы, опять же, наш главный символ, наше лого находится всегда на стене. Чудеса на этом не заканчиваются. Николай принимается за магию в стакане. Этой зимой согревает напиток с ароматом лета, а визуальное представление завораживает. Ты не просто приходишь в бар для того, чтобы выпить. Ты приходишь ради встречи с людьми, встречать новых людей, обменяться идеями, ну и получить кое-какой опыт. Как бы напитки, это не наша, как бы, главная миссия. Это наша будет вторая. Но опять же, то, что я считаю, что вот маленькие, небольшие, маленькие движения, которые мы всегда можем сделать, как бы, маленькая деталь, но опять же, людям нравится. Чем больше ты практикуешь, вот даже вот такой стол, он как бы становится более, ну, ежедневным, скажем так. Или после этого ты можешь подкинуть, ударить тут, поймать, как бы это все, скажем так, маленькие, маленькие, маленькие детали. И плюс людям нравится, потому что не важно, что ты делаешь, под конец ты открываешь бутылку, скажем так, бутылка открывается, ну и, скажем так, бутылка открывается, ром наливается. Конечно, так виртуозно владеть барменским искусством Николай стал не сразу и не вдруг. Пригодилось и обучение в цирковом колледже, и навыки фаер-шоу. А уж сколько битой посуды за плечами пока шеф не видит. Можно использовать стеклянные бутылки, намотанные скотчем. Как бы секреты домашние. Скажу так, очмелые ручки, но в Канаде. Пару лет назад, когда у меня был шанс, я выиграл конкурс по Хеннесси, по Канаде. Я представлял Канаду во Франции. И, скажем так, моя любимая часть, это потому что мне довелось, во-первых, встретить и поработать с людьми, у которых видение абсолютно другое, чем у Канады. Но для настоящего бармена, как говорит Николай, важны не огни и неловкость рук, а все же душевное расположение к человеку. А поговорить... Ну вот именно когда я знаю, русские приходят, поначалу они как бы не с одобрением, потому что, не знаю, ну, я не выгляжу по-русски. Начнем с этого. И вот мы немножко пообщаемся, и он такой, ой, стой, ты русский? Я такой, ну, родился в Молдове, но сам не из России. И вот потихоньку начинаем, и как только появляется небольшая часть доверия, люди начинают раскрываться, и у меня в голове, типа, вот никогда у меня не было клиентов не из бывших стран СНГ, которые настолько открывались, вот, не то что первому встречному, первому русскоговорящему встречному. Вот. Так что да. Вот такая вот наша странная особенность русской души, назовем это так. Но это хорошо. Открытость — это всегда хорошо. Ну что сказать вам на прощание? Крепитесь, люди, скоро лето. Нам бы февраль простоять, до март продержаться. И эх, заживем. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова А.Кулакова